Владимир Владимирович Леонидович за добротой бойки для этого института, например, расскажет про карьер-болевство. Я пытался рассказать на первых лекциях этого клуба про алгоритм Тарского. Он заграждается одним из самых красивых и одним из самых сложных логовиков компьютер-саймсов. Послушайте, что он относится к алгебре, но я хочу начать с разговоров про геометрию. Вы потом увидите, почему эти вещи, в нашем случае, тесно связаны. Что такое геометрия? Мне нужно будет понятие геометрии в неком более узком смысле. В традиционном геометрии есть задача на вчисления, но мы их касаться не будем, как у нас явно. Задача на построение, но их тоже касаться не будем. И вот два задачи, которые мы будем рассматривать, задача на заказы. Геометрия. Какой у нее язык? Во-вторых, должны ввести объекты, которые мы имеем дело. Самый главный объект – это точка. Что это такое? Никто не знает. Как? Если бы кто познакомился, что точки могут быть с пивными бутылками, либо они удовлетворяли другим аксиомом. Древние говорили, что точки за тошем не имеют ни длинной ширины, но не вам, если вы имеете представлять, что это точка. Потом, в поле учатся, бывают прямые, бывают кругности, то можете добавить еще в квадратике. И что мы делаем с этими объектами? Мы рассматриваем соотношения между ними. Мы говорим, что точка A лежит на прямой L, что точка A лежит на окружности O, и что расстояние между точками A и B равно расстояние между точками C и D. Можете сказать язык, как вам привычно. Сейчас я сказал, что я буду говорить про планиметрию. Все легко обращается на стереометрию более высокой размерности, но просто примеры, естественно, не приводить двумерные. Давайте начнем на явление эпиформализма. Будем говорить, что точка A лежит на прямой A, и писать онлайн A. Аналогично точка A лежит на окружности O. Записываем на сокол A, O. Мне просто расстояние равно. Напишем, что это distance A, B, C, D. На этом отношении можно записать традиционные аксиомы геометрии. Для любых двух точек A и B существует прямая A, на которую вы видите точки ребят. Таким образом, мы записываем, что для каждой точки A до каждой точки B существует прямая A, такая же группа на онлайн AL и онлайн BL. Если точки A и B различны, и обе результаты прямой L и M, то эти прямые совпадают. А лежит на прямой A, и B лежит на прямой A, и A лежит на прямой M, и B лежит на прямой M, то прямые L и M совпадают. Понятно? Вот пример теоремы. Знаете, ребята, теорему? Что-то непонятно, я всё объяснил. Давайте, ребята, что сказано. Как вы думаете, две различные точки A1, A2 и A3. Найдутся точки B1, A2 и M3. Мы правильно их знаем, какие условия. То есть точки земля посерединке. Найдутся прямые L1, A2 и A3, которые проходят так, так, так. Ещё найдутся точки C и до уровня всех этих прямых. Это просто теорема о том, что треугольники применяются в одной точке. Я хочу изменить язык геометрии. Для меня это слишком сложный язык. Говорит про точки, прямые окружности, ещё по что угодно. Я хочу обойтись меньшим количеством объектов. Я хочу иметь дело с точками только точками. Я утверждаю, что этого хватит для построения вполне сажатой геометрии. На самом деле, нам не обязательно мыслить прямую, как новое состоящее в конечном количестве точек. То, что нам нужно, надо достаточно иметь отношение между тремя точками, говоря, что они лежат на одной прямой. Будем так. Line A, B, C. Нам не нужно говорить, что круглосельно получается точек, равно удалённых от какой-то, наверное, точек. Нам важно отношение между этими точками, что точки A и B лежат на одной круглосельсии с центром в точке C. Он стокол A, B, C. Опять же, здесь у нас всё хорошо, здесь мы не делаем только с точками. И мы можем переговорить ту самую теорему в новых обозначениях. Какого-нибудь точки A1, A, 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 A и B, C, и C, и C. В этом отверждении уже никаких прямых в диаманном виде нет. Но это отверждение тоже самое, потому что три идеана пресекаются в одной точке. Это важное свойство той геометрии, которую мы будем рассматривать. Все утверждения будут про конечное количество точек. Но это, на самом деле, почти несущественно. Все реакционные шпыльные геометы могут переформируем таким образом. Что мы сделаем дальше? Дальше мы рассматриваемся на изобретение варианта карты, идем в систему координат, заменим понятие точка, понятие двух чисел, координатной точки для карты с ними координат. Мы можем перенести отношения online и distance на координаты, на числа, и еще раз переформируем на футерель. Мы уже получили определение, в котором нет даже кочек, но зато появились числа. Нам осталось сделать еще один маленький шаг, немного алгебры. Как выразить отношение между восемью числами, которые для нас означают, что расстояние точками одинаковое? Сумма квадрат в разности картината. Как? Сумма квадрат в разности картината. В разности картината. Опять идем к фигуру. Считаем разный картинат. Сладом мы должны получить одно и только. А как записать, что три точки лежат на одной прямой? Сумма квадрат в разности картината. А в каком порядке? Переправить. Переправить. Но это один из вариантов. Если на что подумать, то можно связать в виде одного линейного равенства. Можете сами проверить, что это выполняется. И теперь делаем последний шаг. Получаем прекрасную формулировку алгебраической теоремы. Это теорема про числа. Поэтому нужно наказывать средствами алгебры. Что такое алгебра? Кто-нибудь знает? В смысле раздал науки или в смысле некоматематический объект? Я спрашиваю, что такое алгебра. Я, который интересовался разными источниками, что такое алгебра. Вот здесь большая церковская энциклопедия. Вот там написано, что алгебра — это наука. Один из больших отделов математики, являлся на русских методик, что царящие две этой науки. Но на самом деле очень интересная информация. Есть математический и энциклопедический словарь. Вот там имеются аж три определенные алгебры. Первая — алгебра, как часть математики. Это, наверное, тоже написано в большой церковной энциклопедии. Вторая — алгебра в узком формальном смысле, как алгебра Тонин, где есть умножение метров и так далее. Не совсем узкая — это уж универсальная алгебра. Но мне нравится другое определение — алгебры. К сожалению, я не помню его источник. Если кто-нибудь из вас знает, скажите, пожалуйста, это определение такое. Откуда оно возникло? Как, не знаю, как сейчас, как маневрами, как учитель в школе? Сначала решают задачи аженетически, задавая вопросы, что там делать, а потом учат алгебры, чтобы она легко сбила с их сумм, учат выравления и его решат. Так вот, те из моего столовичнего вступления — это алгебра, это геометрия для ниндреков. То можно больше не думать над геометрическими задачками, сводить всё к алгебре, «А как дальше вступать?» — я расскажу сегодня на двух лекциях. И я хочу сейчас привести нетривиальный пример теоремы, в который геометрически непонятно как вступиться, а алгебрически понятно как её переформулировать. Сейчас у нас есть. круг, и мы можем к нему приложить шесть кругов того же радиуса. Так что не будет, как это выглядит. А что будет в одном случае? Сколько шаров мог касаться одновременно одного фара того же радиуса? Это легко сделать двенадцать. Надо положить шесть. Таким способом? Вверху положить ещё три, ну и с той стороны ещё три. Но в трёхмёрном случае эта конструкция не будет гордкой, что её можно пощупить. И было спорно, Ньютон, насколько помню, с Грегори, о том, можно только двенадцать или можно тринадцать. И это задача, которой трудно подступиться с чисто традиционной геометрической техникой. Как из аксиом выяснить, скажем, что нельзя условить тренадцать шаров? Нужно перебрать быстро на все мыслимые комбинации, а что это такое. В то же время, используя нашу логернизацию, мы можем легко переформулировать. По крайней мере, там существует тренадцать шаров и неких логерпорических камерных неравенств. В данном случае существуют координаты тренадцати шаров, предбирающие, естественно, условия, что расстояние между центрами одно угровенное равенство, а для остальных, что они не перескакт, что расстояние между ними больше, чем угровенное равенство. Таким образом, можно эту очень интригальную логерпорическую задачу свести к алгебре, ну а дальше вы решили, так что действительно алгебра в таком смысле геометрии для тебя думать не надо, только оперируем известные правила. Дальше пойдет чуть более формальное, более особенное изглашение какие-нибудь вопросы к этому моменту. Вопрос о том, нас действительно не интересует, насколько практически решаем та алгебраическая задача, которая, кстати, получилась. Я, конечно, понимаю, что я пришел выступать в темпу-дэсэнс-клубе, но я работаю здесь, в цепи математики. И то, что я расскажу вначале, это вообще принципиальный вопрос, почему это можно сделать. В конце я поговорю насчет того, сколько эффективно это можно сделать. Действительно, это важный практический вопрос, но пока давайте поймем, почему это вообще работает. Что, в общем, не очевидно и не требовательно. Еще вопросы? Давайте введем и формальный язык алгебры, язык А. Нам потребуется обозначение для всех рациональных чисел. С вещественными чиселами мы работаем не могут. Это не объект для компьютер-сайенсов, мы не можем представить бесконечную дробь точно в компьютере. Потому что у нас будут только рациональные вещественные. Нам потребуются переменные для вещественных чисел. То есть числа обозначения для рациональных, а переменные для вещественных. И это очень существенно. Если бы переменные были для рациональных, то у нас ничего бы не получилось, на самом деле. Я буду использовать просто латинские маленькие буквы, в том числе с индексами A, B, C, A1, D, C и так далее. Значит, это две операции. Сложение и умножение. Зачем они? Что с ними можно делать? Имея переменные и рациональные числа, можно строить многочлены. Или поленомы. Вот у нас здесь просто истинные, поэтому нам нужно какие-то отношения. у нас будет три отношения. Равно, больше и меньше. То есть формально можно было вот здесь камерами с нами больше, но нам удобнее иметь дело с этими теми возможностями. Если мы имеем отношения, что мы можем делать дальше? Предикаты. Что? Предикаты. Предикаты. Нет? Ну, отношения-то и есть предикаты, это уместный предикат. Мы можем строить формулы. Нам тут же элементарные формулы. И со среди главного члена P и Q мы можем построить элементарные формулы. P равно Q, P больше чем Q, P меньше чем Q. Это элементарные формулы. Нам нужны более особенности, не элементарные. Для их построения мы можем использовать логические связки. Какие связки вы знаете? Что больше? Что больше? Что больше? Что больше? Самое простое отрицание они называли. Ну, так сказать, там плачет этих четырех, и они все вырезают. Неважно, они используют любые связки. И здесь построим формулы. У нас есть две формулы. Фи и Пси. То Фи и Пси. 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 Так же эта формула. Ну, вот пример формулы. Вопрос. Верно ли эта формула? Значит, это вопрос интервомерный. Про какую формулу он не даст прав Тернан или Невернан? Потому что мы ничего не знаем про х и у. Таким он оставит корректные вопросы. Можно спросить, верно ли, что это выполнено от таких сравнных 4 и х равных 5? А можно, как было предложено, использовать фантеры. Можно спросить, верно ли, что это выполнено от любых х и у? Или можно спросить, существуют ли у них х и у такие, что выполнено условие звездочки? Что-то понятно, что если у нас имеются свободные перемены, то мы не можем спрашивать истинно или удобно. Но нам надо либо указать в численные значения, либо связать квантерами. Какие квантеры вы знаете? Штуры для любого. Штуры для любого. Это вот пример более сложный, когда парни переменных один станок по другой, переменный другой квантер. Вот эти квантеры. И с помощью строятся формулы. Если формула φ, а альфа переменная, то есть сказать, для каждого альфа φ, или существует альфа φ, то это будет также формула. Как записать, верно ли звездочку при любых x, y? Понятно. Для каждого x и каждого y выполнено это условие. То есть, что если и x, y такие, что у нас звездочка, то крайне легко записать на нашем языке. Здесь мы используем два разных квантера, и написали такое условие. Вопрос. Две нижние формулы одинаковые или разные? Здесь и там, и там по x стоит квантер в сообществе, а по x стоит квантер в существовании. Разные. А почему разные? У квантера существует понятие в области действия. Это y действует до конца в игруной скобке. Сюда. А здесь два y имеют каждый свою область действия. Они независимы. Какое утверждение сильнее? Первое. А что расскажете по эту формулу? То же самое, что первое. Что первое. Что первое. Независимы. Независимы. Здесь последние египты по законюнкции, они вообще ничего не связаны с свободной и переменной. Поэтому про эту формулу мы не можем спрашивать. Истинно она идиотна. То есть понятно, про какие формулы можно говорить о невистинализованной? про те, в которых все переменные связаны квантерами. Теперь я могу саммонировать теорему Анатолида Тарского. Существует алгоритм, позволяющий по любой формуле языка А без свободных переменных. Узнавать за количество шагов является эта формула истиной. Существует теорема очень легкая судьба. Истинно доказал Альферитарский в 1910 году. Представляете ли вы в себе состояние математики вот это велье? Понимаете ли вы, что в этот момент еще не было точного понятия алгоритма, которое появилось тогда? Это произошло вскоре, там, в середине 50-х годов. И, на самом деле, первое сочинение Тарского, написанное в этом алгоритме, как идея, называлось совсем по-другому. Она была мотивирована работами Гёделя. Работа Гёделя была только в 1931 году, но в 1931 году Тарский уже про него знал. Гёделя доказал такую поразившую математику за дальнейшую, что в достаточно сильной формальной системе про натуральные числа обязательно найдутся утверждения, которые нельзя не доказать, не провернуть из-за всей этой системы. Так вот, Тарский предначально формулировал свой результат как контрарный аргументский результат Гёделя. А именно, он формулировал так. Он построил аксиоматику и доказал, что аксиоматика полна, что про любую странную формулу нашего языка выводима либо она, либо её отрицание. И понятно, что из этого натягивает такой алгоритм. Берём аксионы и начинаем вводить под всеми мыслями следствия. И сравнивать с нашей формулой. Разно не поздно мы увидим либо нашу формулу, либо её отрицание. Алгоритм, алгоритм, но страшно неэффективный. Тарский родился и жил в Польше. И ему не удалось в то время опубликовать этот результат. И в 1949 году он эмигрировал в Соединённые Штаты Америки. Но потом началась война. И опять он не мог в это время опубликовать свою штуру. Появился она в печати только в 1948 году, когда Тарский работал в REN Corporation, в котором было занятизованным алгоритмом. И уже первое опубликованное изложение было именно по существованию алгоритма. Значит, такая интересная вещь, что для того, чтобы опубликовать теорему, мне пришлось написать книгу. Не очень толстую, с 63 страниц. В Геотеке Памин осталось второе издание этой книги, 1951 года. Но она просто воспроизводит издание с прошлого года со справедением опечаток и небольшими комментариями. книга написана довольно трудно, и с тех пор её многие авторы улучшали как алгоритм, так и изложение. И вот теперь можно изложить совсем детально, я считаю, алгоритм за две лекции. Что я собираюсь сделать? Вопросы? Вопросы? Можно вопрос? Вы сказали, что Тальский длинулся в теоретку как контраггумент? Не контраггумент, не контраггумент, не контраггумент, как противоезд в Георее. Вот Георее перемены для натуральных взял, и было ведь казумен, казумен. Если есть перемены для вещественных, то такого быть не мог. Алгоритм. Он написал сочинение, которое называлось «И таму айгадз, и сад, и сад, и сад, и айгадз, и аймкабаула». И, так сказать, если это пригодится, то здесь есть айгадз, то это наркография алгебры. О чем же была эта работа? Вот, так сказать, самое начало алгебры. Ваши памяти можно добавлять, через полиции. Правильно. Это, так сказать, там загалочка, можно переносить. Сочинение. Слева, сейчас равенство генерально направо, и наоборот, меняя при этом знак. Тогда это было большое достижение, где-то была начинная эта работа. Давайте воспользуемся исходной алгеброй. И я хочу немножко упростить наш язык. Что можно здесь упростить? Я хочу, что мои формулы были только где-то многочлен равен нулю, многочлен больше нуля, многочлен меньше нуля. Понятно, что, используя степень алкоризм, это всегда уменьшает. Но технически, наоборот, это будет очень существенно. Но, естественно, у нас есть связки, есть проблемы. и мы собираемся доказывать такую теорию. Теория про произвольную формулу. Но это какие-нибудь частные случаи. Вы знаете? Можете сразу попадать? В каком случае у нас есть такой антрелик? Не в законном случае, а на третьего нет? Ну, вы закончите антрелик, если формула специальная. А на третьего нет квантеров вообще. У нас есть только числа. Формула замкнута, то есть нет переменных. Просто делаем все действия, приобретаем все равенства и неравенства, и получаем ответ. Мы начнем с в случае одноквантной формулы. Это будет наша база инновации. И база будет самый существенный шаг в этом алгоритме. Дальше обобщение, ну, не очевидное, но более, так сказать, обозримое. Для начала научиться выяснять истинность или должность формулы ВИКС, 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 или формулы для каждого ВИКС, 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 уже беспандерная формула с одной переменной. Могу сказать, что предчисленником теории Макарского был метод штурма, который отопоят в алгебре. Это способ узнать, сколько имеется вещественных корней по пареномо-неравенному метру. То есть для формулы больше специального бита штурм предложил это еще в ГАИ. Молитарский, конечно, сдал штурмой и, возможно, был этим вдохновленным и активированным. Сейчас я изложу основную идею, почему это все работает. Потом у нас будет много технических трудностей надо будет перетолевать. Вот важно понять, как это получается, что мы можем обозрить бесконечное количество вещественных чисел, бесконечное число шагов. Главное понять эту идею. Рассмотрим эклиментарную формулу. Такое многочинное равняется нулём. Когда это верно, когда это неверно? Как трудно? Как трудно? Какой? Да. Глава 1x есть. Значит, надо построить график. Вопрос, значит, когда это верно? Мы построим график. И на нём есть специальные точки. Нули это у многочлена. В них это равенство выполнено. Во всех остальных точках это равенство не выполнено. Что для нас важно? Что имеется конечное количество специальных точек под названием корни и многочлена, а все точки между ними для нас в некотором смысле одинаковые. Нас не интересует конкретное значение многочлена идеи здесь. Нас интересует, как будет равно нулём или не будет равно нулём. Вот это идея, на которой содержится. Здесь конечное количество особых точек, а остальные идеи сно-классы и внутри этого класса между корнями 12 точки будут на одно лицо. Здесь надо будет вместо равенства неравенства что делать? То же самое. Мы строим график. Теперь в точках ответ будет неверно, а между будет по-разному. Между некоторыми корнями будет верно, между некоторыми будет неверно. Цель будет направиться в другую сторону. То же самое. в корнями в корнях неверно, что это как разное, зелёное, поменяются висками. Понятны эти соображения? А теперь я начинаю узнавать алгоритм Тарского. Но я взял слово «алгоритм» в кавычки. Почему? Потому что это, на самом деле, не алгоритм, подсерединяйте улю алгоритмов. Знаете эту, как притчу, как мысль думали, как бороться с кошкой. Что они придумали? Кошка кажется... Что? Вырыть ям. Вырыть ям. Ну, вот. Они придумали идеальный способ. Надо повесить кошку на щелку на колокольчик. То, что я сейчас расскажу, будет именно такая или вещь. Всё будет правильно, но надо как-то сделать. А потом мы займёмся воплощением того, как это можно на самом деле сделать. Итак, первая версия алгоритма Тарского. Для формулы с одним квантором первое. Доставим список всех многочленов, которые входят в нашу формулу, но не будем рассматривать точечные мнения, это неинтересно. Найдём все корни вещественные всех этих многочленов. Мы всегда будем считать, что корни наши указались на порядке возрастания. У нас есть список из всех корней. Теперь мы это множество расширим в некоторое множество большего, которое мы потребуем выполнять трёх условий. Первое условие говорит, что для любых двух точек состения х-1, найдётся точка у, которая будет между ней. То есть мы добавляем по точке между каждой парой корней, по крайней мере по одной точке. мы добавляем точку у, которая должна быть меньше всех корней, и добавляем точку у, которая должна быть больше всех корней. И затем мы говорим, что формула существует х-1 истина, если формула Пи истина на всех этих у, а формула для каждого х, если она истина, хотя бы на то есть формула. А формула для каждого х-1 истина, если только если формула истина для всех выбранных точках у, 0 и у. для достаточно резкости. Понятно, почему это работает? Это то, что я пытался объяснить. Идею, что все точки между корнями для нас одинаковы. Нам не нужно перебирать все точки в поиске того, верно или верно для всех, если существует или не существует. Можно сделать любую точку, но главное иметь представителя между каждой парой корней и проверить все корни бенебейских корней. Поэтому все сложится к проверке конечной формулы для конечного количества чисел. Это понятно? Не надо продолжать? Или же сами прочитать почечную машину? Что? Ну, вот тут начинаются такие цены, солнечные темноства. Ну, можно оставить такой путь, можно очисленный почитать каким-то приближением, но даже нескольких неприятностей, с такой точностью равны или не равны и так далее. И особенно это плохо будет, и мы будем потом обобщать на случай многим планторам. Поэтому давайте попытаемся как-то это преодолеть. Значит, первое, что я хочу сделать, здесь сказано расширить множество M каким-то способом, каким угодно. вот я хочу зафиксировать один конкретный способ такого расширения. Он будет основан в таком свойстве. Да, здесь у нас имеется зеленый график многочлена и черный график его производной. Есть прекрасная тереманализа, что в точках экстремного производная обращается в ноль. В точках экстремного функции производная обращается в ноль. Между двумя нулями функция имеет либо максимум, либо минимум, и значит, ее производная обращается в ноль. Что? Ну, у нас хорошие футицы, у нас поненомы, другие я и не говорю, дифференцируемые. У нас многочлены. Мы живем в этом счастливом мире. Понятен принцип? Что можно выбирать людей между корнями. Беря. Что? Ну, пускай. Что там? Нам главное, чтобы всегда было, чтобы всегда между меня были. Попало, но и бог не хотит. Лишние точки нам никогда не помешают. Закрою вторую. вопрос? А с краем какие точки? Пока что я заботился внутри. Но с краем я еще ну, краев всего два, так сказать, ну, очень-то опасно. По краям еще пограждение. Тогда я не представляю как точка места. еще вопросы? Вторая версия. Сначала такое же. выписываем все многочлены, которые входят в луну. А что значит все многочлены, которые входят в формулу? Ну, как? Что такое формула? Помните? Ну, формула понятна, да. Мы начинаем с ориентарных формул, которые были поленом равенному, не равенному, не равенному. Да, да, да. Мы берем все эти поленомы. И другие нам нужны, кроме тех, которые явно присутствуют в этой формуле. Непонятно? Там же один поленом. Почему? Поленом сравнивается с мылом. Нет. У нас формула фи строится из элементарных, с помощью логических связок и логических связок. А можно все что угодно сделать. Я не смогу простить, что тут, как у нас был поленом равенному нулю, больше или нет. У нас могут быть много таких формул, связанных с отрицанием конъюнкции резюнкции и импликацией. Да. То есть здесь формула и если бы у нас был просто один поленом, то было бы все. Итак, стоп. Поэтому у нас много поленомов. И мы их все перемножаем. И берем производные. Прости-прощение. Буква идет из дорогого Легиста на новой точке. Вот здесь важно, что мы вязали многощины не нулевые. Потому что если бы там был нулевой многощин, то ничего хорошего мы не получили. И находим новость во всех корней наших исходных многощинов, которые есть в формуле, и этого многощинах кондоль. Вот теперь мы его расширяем двумя числами. x минусная сконечность и x плюсная сконечность, за которые я явно требовал, чтобы они были одной в меньших всех корней, а другой в больших всех наших корней. Дальше все то же самое. Формула истина есть истина. Добавляя из таких формул. А формула для каждого истина, если только истина, все эти формулы истины. Значит, это то же самое, что было раньше, но только фиксирован выбор точек между корнями. Выбор точек по краям я пока не фиксировал. Повторите, пожалуйста, во втором пункте. Что там написано? Производное, вот в копке там произведение или что? Там стоит произведение. Мы перенажаем все многочлены. Поэтому у произведения корни будут, все корни наших многочленов. Берем производную и получаем поклонную меду. Люблю, чтобы не парить исходных корней. Еще вопросы? Давайте теперь назовем немножко порядка, как мы это все будем делать. Я предлагаю ввести понятие таблицы Тарского. Но если вы смотрите книгу Тарского, у него не было такого понятия, но, естественно, он назвал таблицу его честь. Что такое таблица Тарского? Вот это, как обычная электронная таблица. Что у нас будет с толстами, что у нас будет с строчками? По толстам у нас стоят наши корни и минус, плюс бесконечность. А по строчкам что у нас стоит? Многочлены. Наши многочлены. А что у нас стоит внутри? Значения многочленов в точке. А зачем? Знаки. Значит, нам значения не важны. А, сначала несколько условий. Во-первых, мы всегда считаем корни и упорядочены по возрастанию. Во-вторых, которые выполняют такого условия. Что оно говорит? Что причина, по которой какое-то число присутствует здесь, это наличие многочлена, который там обращается в нуль, и многочлена отличного, соответственно, нулевого. То есть никаких посторонних чисел здесь нет. Каждое число наверху должно быть корнем нашего многочлена. Следующее, что я говорю, это обратное слово. Сейчас мы есть многочлен. И он имеет отличный ноль, и он обращается на каком-то иксе в ноль, то этот икс присутствует среди ноль. То есть здесь вписаны наши многочлены, а здесь вписаны все их корни и кто-то их корни. Ничего лишнего в таблице быть не должно. Теперь вопрос, что мы помещаем в таблицу. Можно было помещать значение, но оно нам оставление не так важно. У нас только грубая оценка. Ноль больше ноль, меньше нуля. Поэтому мы туда помещаем один из трех символов. Видим минус, если значение полинома икс, икс, меньше нуля. Ноль, если полинома, обращается в ноль. И плюс, если полином больше нуля. Итак, у нас заполнена центральная часть таблицы. А что мы напишем по краям? Нуля не может быть. Что? Нуля не может быть, плюс или нуля. Ну, ноль может быть, когда полином больше естественной ноль. Ну да. Надо знать прийти к старшему среде. Ну, пока что формально определять. Я хочу сказать какие-то элементы. Формальное определение такое. То есть мы пишем минус. Если он начинает с некоторого места, многочлен всегда меньше нуля. Ноль, если он всегда равен нулю. И плюс, если он начинает с некоторого места больше нуля. Но то же самое с другой стороны. Потому что многочлен, при движении плюс-минус конечность, стабилизирует свой знак или остается здесь на равном уровне. Так что нам, на самом деле, не важно, какое здесь число, поскольку при всех больших количествах будет все одно и то же. А мы разве не договаривались, что нет воздействительных нулей среди многочленов? Где нет нулей? Формула. А, это у нас? Здесь я описывал просто абстрактную таблицу данную для каких-то многочленов. Не обязательно мои, которые здесь. Просто есть многочлены, нам потом потребуется таблиник, который будет 0 и 2 многочленов. Это пока формальное определение от таблицы для данных многочленов. Откуда они зависть, это будут не совсем те многочлены, которые мы имели дело для этого. Поэтому формально я должен иметь дело весь из 0 и 2 многочленов. Закончили. Значит, вот так выглядит таблица данная для системы таблицы. Теперь я могу... Так, кто-нибудь сидит за время когда можно устраивать педорыв? Прошло 50 минут. Ну, не могу устраивать по всем педорывам устраивать. Это хорошо. И зачем и чем? Между уровнем. Между уровнем. Между уровнем. Между уровнем. Хорошо. Давайте сейчас зайдём до логической эффектуры, строя единодные педорывы, и потом я продолжу. Я сейчас изложу всё то же самое, только употребляя А. Сначала важное дело. Знаки минус и плюс не могут стоять в двух соседних у веронтальных клетках. Почему? Потому что у нас, как ренома и первые функции, если вот в церкви ставят равные знаки, то между было бы быть 0, а мы требовали, что все нули всех многочленов у нас присутствуют. Поэтому такая ренома для нас. Здесь просто картинка. Здесь у нас есть две точки, в которых в одной знак плюс, а в другой точке знак минус, где-то в серединке, хотя в одной точке функция платит одно. И вот алгоритм Тарского с новыми словами. Выписываем список всех многочленов, входящих туда. добавляем производные произведения, строим консультацию с квадающих многочленов, а затем считаем новички значения нашей формулы. фи на всех иксах пользуясь только содержимым в таблице. Мы смотрим на что здесь стоит, и этого нам хватает, чтобы посчитать логические значения всех а потом и самой формулы в таблице. Понятно? Да. на 10-15 минут. Нет. Могу сказать, что выявилось только моей реакции. А именно мне сказали что алгебра Это Гаусс. Есть вопросы за время перерыва? Да? Да. А почему мы добавляем производную? Что? Производную. Именно производную. А почему мы добавляем производную произведение? Да. Кто может ответить? Ответь, пожалуйста. Ответить. Кстати, ответить. Нам идея была в том, чтобы забавить точки, которые лежат в одной точке из каждого интервала между какими-нибудь корнями. Если у нас есть произведение новой членов, то у него в футболе будут как раз все корни новой членов. Если взять производную, то он как раз будет между каждой парой. Еще вопросы. А вопрос такой вот. Наверное, в поводу этот список корней, там с него входят корни, но производители производные произведения? Да. 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 Было сказано, что мы в статистику Царского входят в секроли всех предписательных многосменов, а у нас это нулевое – это производное произведение. Еще вопрос только. А вот внизу 2, а здесь 3, а именно львовое? Да. Что там? Что это значит? Это, кстати, исходная формула? То есть, это львовая исходная формула, да? Это львовая исходная формула? Это львовая исходная формула, она дам на цене икса. И мы это решаем, смотря, что стоит в предыдущем столбце. Нам ничего другого не надо знать, кроме как то, что стоит в дверь. Потому что мы про каждый многочлен, по моему экзамену, больше или меньше, или равен на друг. А, значение производное нужно, чтобы мы все окормим, чтобы мы были точки между. Еще вопросы? Давайте двигаться дальше. Вопросы вот куда? Перед слайд. Перед слайд, это хорошо. Давайте будем лениться. Не будем делать личную работу. Вот что у нас здесь лишнего? Значение одной нам не нужно. Значение одной нам не нужно, правильно. Ну, небольшая работа, посчитать. Еще что лишнее? Что? Да. Нет, нет, это... Граждане. Это кандидат наук сидит. Ну что он сказал? И на слово давать нельзя. Ну что он сказал? Я ему не дал сказать ничего. Он и так все знает. Он и так все знает. Я полунаю. Нет, не нужно. Ну, посчитаем. Какая-то мерочь. Ну, возможно. Значение каждого многочлена меняется по ходилкам. Ну, про какие-то кресты можно проще узнать. Какой знак? Ну, так раз, и зачем можно? Нет. Теперь. Почему это алгоритм? Почему это алгоритм? Что здесь самое неприятное? Самое недавно это портит. Вопрос. А зачем они нам нужны? Не надо. Только бесконечности. Чтобы узнать, если значение есть, нам нужно поставить с алгоритмой. А то, что это сверху, нам не нужно. Только бесконечности. Ну, а это, кстати, символы плюс-минус бесконечности. Как-то это не число. Нет. Поэтому сами иксы нам не нужны. Так давайте их выделим. Я хочу таблицу такского и показать сокращенную таблицу такского. Тоже это связано тем, что мы просто выкинули иксы. Если сокращенность таблицы такского, можно сказать, либо это результат удаления иксов полная таблицы такского, либо это такая таблица, которую можно дополнить до таблицы такского. Ну, тогда мы должны знать, в какой последовательности идут корни сейчас. Так, чем нам знать? На запуской. Мы знаем, что они существуют. Мы их не знаем. Мы знаем, что это было получено из таблицы такского. Настоящей. Но вот эта информация удалена. Но она нам не нужна. Понятно? Нет. Чтобы получить исключение этой таблицы, нам нужны вот эти корни. Я не говорю, пока откуда взялась таблица. Я говорю, что если она нам открощена таблица, мы можем сделать все такое самое. Ну да. Я не говорю, что это дело стаблица. Я не обсуждаю, как повисеть колокольчик просто на шею. А обсуждаю, как повисеть его большой или маленький. Я хочу ищить маленький, без иксов. Еще вопросы, возражения, пожелания. Я переговорю, что такое самое, с этим маленьким изменением. Ставим список многочленов. Перенаживаем. Берем производную. Строим сокращенную до результатского. Как? Не знаю. Вычисляем логические значения. И решаем нашу формула лично и удобно. Я утверждаю, что строить сокращенную до результатского проще, чем строить настоящую результат. И мы научимся строить сокращенную таблицу без построения полной таблицы. Вот в этом весь вопрос и будет состоять. Давайте учиться строить сокращенную колесу данского. Как мы будем это строить? Мы будем строить сокращенную. Ну а тут возникает вот такая вещь, которая неформально называется параллокс результателя. Чтобы решить некую задачу, иногда правильнее и легче, и чуть более трудную задачу, а нам, чтобы получить потомок частных сокращен. Нам надо построить таблицу таблицу таблицкого для вот этих многочленов, которые есть в нашей формуле, плюс производное произведение. Я хочу строить таблицу таблицкого для гораздо большего списка многочленов. Сейчас я объясню, что я хочу от моего списка многочленов. Задача – определение. Система функции называется полунасичной, если вместе с каждой функцией она содержит ее производство. Каждую конечность всего многочленов можно расширить до конечной полунасичной системы. Верите, да? Да. Почему? Производные каждый раз уменьшаются в конечности до константы. И что? Ну, в конце до константы идем. А константы и ноли? А константы дифференцировать не надо? Нет, мы же договорились не брать нули. Что? Мы же договорились не брать естественные ноли. Мы не договорились не брать алгоритмы. А, ну пусть будет нули. Но константы ноли. А? Ну, константы ноли. В определении здесь константы зайдет и ноль. Вот! Очень важно, что производная нуля – это ноль. Что у нас, так сказать, как бы все степень уменьшается и уменьшается, у нуля степень не уменьшается, но получается, что самое ноль. И вот поэтому алгоритм ТАКСКО работает для многочленов, но не работает наиболее солнышко. Потому что там цепочка зрения производок могла быть бесконечной. Первое условие – это то, что мы должны насыщать нашу систему производными. Добавляем, 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 пока процесс не насыщен. Вот, допустим, что мы построили систему ТАКСКО, система была полонасыщенной, может быть, в качестве 20, у нас два нодика с этой отряда. Ленума. Для системы многочленов полонасыщенной, и многочленов нет очистенной 0, то в его строчке символ 0 не может стоять в двух соседних клетках. Понятно? Между двумя нулями будет либо максимум, либо минимум, и там производная должна быть со мной, а производная должна быть на этой таблице. Это польза полонасыщенности. Но мы получаем некое структурное ограничение на таблице ТАКСКО. Находит, были полонасыщенные системы, а также насыщенные системы. Идея такая, мы требуем некой замкнутности. Полонасыщенная система называется насыщенной. Если вместе с каждыми многочленами P-картой и P-M, такими же степень P-M, не больше степени P-картой и степень, в которой больше нуля, первого многочлена, то система хотела при остатке отделения многочленов большей степени на многочленов нет? Но не нулевой. Но константы здесь же не могут быть P-M? P-M-T могут быть константами? А константы не могут быть. Константы нулевой степени не могут быть? Нет, я имею в виду вообще многочлены степени нулевой степени, то есть константы. Да, нет, здесь у нас там многочлены P-M по крайней мере степени единицы. Ну вот, то есть как минимум 1. Да, но там же написано. Где? А, степень P-M, то есть сроку больше нуля. И не больше, чем степень. Вопрос, вы имеете делить из остатков? Да. Алгоритм знаете? Конечно. В общем, хорошо. Сейчас это нормальное определение отстанков. Какая будет следующая тема? Что если? Насыщенная конечка. Да. Насыщенная конечка. Если бы была насыщенная система, мы вас решили для насыщенной. Так. Обращаю ваше внимание, что это определение было по предвольной системе функций, ну, дифференцированной, это работает только за многочленов. Потому что, в общем случае, затенений с остатками функций на функции у нас нет. Значит. Первая тема, говорит, что каждое количество многочленов можно расширить до конечной насыщенной системы. Опять, в принципе, такой же. Берём и добавляем. И если начнём с оставшихся степеней, то всё добавление будет меньше степени, и процесс рано или поздно оборвётся. Да? А если у нас два многочлена одной степени, мы оба остатка должны рассматривать? Оба остатка. Ну, а остатки будут меньше степени. Ну, понятно. Оно будет непонятно, как её роль, но она для нас будет важна. У нас имеется система ИСКА многочленов, насыщенная, и система управительная по неупыванию степени, мы всегда так будем делать. То есть, мы опросим последний по неупыванию, то, что появится так не будет насыщенной системой. Это понятно, почему? Значит, многочлен в самой большой степени не могут быть ни производной, ни только многочленов, ни остатки наперения только многочленов. Поэтому его всегда можно сбросить, и начало тоже будет насыщенной системой. Понятно. Понятно. Хорошо. Значит, мы теперь будем учиться строить сокращенного до результата Абского для нас насыщенной системы Могочлена. Какие их Могочлена для насыщенные? Значит, они упорядочены всегда по неупыванию степени. Самый простой случай. К поменяется нулю. У нас система из одного Могочлена по ноль. Вопрос. Что это за Могочлен? Могочлен? Это Могочлен, точнее, на ноль. Вы можете для него построить сокращенное до результата Абского? Могочлен. Могочлен. Следующий случай. Вопрос. Вопрос. Да, просто. Ну понятно, да. Ровно на один. Вопрос. Вопрос. Не разумеется. Вот. Здесь благоволено, что с Могочлен нет оживленной стеной Средоточный НО, следовательно, что с НО, следовательно, с НО, следовательно, с НО, следовательно, с НО. Так, следующий случай, когда все остальные мегащины имеют степень дневности. Можно построить систему, сокращенную до результатов. У нас эти мегащины все константы, поэтому мы на них посмотрели и наблюдали знаки. У меня система без повторений, поэтому все остальные будут. А, ну там сказано, что ну да. Что нолевой мегащины у нас только один панолевой. Ну хорошо, базу мы сделали, а теперь общий случай. Мы хотим построить сокращенную до результатов для мегащинов паноли по капле. С чего мы начнем? Почему она у нас есть? Потому что у нас было верно, что если мы отпросим последний многочлен, то что танец не будет только насыщенной системой. и поэтому мы уже, по-моему, сейчас построили таблицу, подсказно-кранисленную для первых камерных следов. Что нам поставить сюда как-то? Ну правильно, значит надо написать наш многочлен. При желании можно вынести старший член из скобки и увидеть, что при больших фиксах знак нашего многочлена является знаком, то есть старшего коэффициента. Поэтому этот знак мы туда не пишем. А что мы поставим сюда? Н. 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 Значит аналогично. От степени Н зависит от трассы. Значит здесь маленькая тонкость. Надо еще смотреть на то, какое Н, чётное или нечётное. Если Н чётное, то мы пишем знак ПН на нас. Если Н нечётное, то мы пишем обратный знак. Вот как же находится ОТ? Так что мы сюда поставим? А это что такое? В знакомых. Вот здесь место, в таблице. Какое место? А какое место же ИКСОП fees. Ну место в таблице есть. Так чем оно определяется? С чем оно характеризуется? Вот. Оно противуется наличием толпца, где-то существует полная толпец. То есть это произвольный толпец? И вот какой-то из толпцов... Нет, подождите, а когда мы выставили минус-плюс, мы же тоже не знаем, что мы поставим. Мы знаем, что туда что-то поставим. Да. Мы же не знаем этих точек. Нам дана совершенно толпец. Мы знаем, что где-то существует тот х, который соответствует этому толпцу. Но нам он не даст, у нас нет его. У нас есть многочленок, у которого х стоит. Вот, гениально. У нас есть многочленок, у которого здесь стоит ноль. По определению от таблицы. То, что стоит наверху, обязательно является корнем нашего многочленка. Вот ради этого я выбирал нули произвольные. Не произвольные были точки между конями, а хоть что-то мы про них знали. Вот очень важно, что мы знаем, что это и есть корень этого многочлена. Коней, правда, много, но итог как следует. Что же мы сюда поместим? Мы поделим последние нынешлены полная от состава. И посмотрим, какой знаходят. Гениально. Значит, мы, строя кабрицы, строя насыщенную систему, позаботились о том, чтобы поделить k на m на многочлен, и у нас остаток нашей кабрицы. Где-то. И это точенство. Это таблическое деление. Так, представим сюда наш нынешитый. Что у нас получится? Получится такое равенство. Но что это за величина? Появленная от . Это 0. Значит, это значение равно этому. Значит, что мы сюда поставим? Просто возьмем этот элемент и скопируем сюда. Ура! Мы заполнили эту строчку. И что важно? Что это x нам совершенно не был нужен. Но все это мы не проделали и без него. Нам только надо знать информацию по нашу систему, кто является на самом деле никого на кого. Но это информация нашей власти. Мы сами насыщаясь системой, мы все это помним. Таким образом, x, который здесь был, нам и не нужен для заполнения этих лет. Секунду, у меня вопрос. Надо же знать, какого именно многочлены это кори. Мы смотрим этот столбец и ищем там 0. Может быть, и будет 0. Это какая-то разница. Но главное найти хотя бы один ногочлен. Мы знаем, что раз здесь x. Значит, где-то здесь стоит 0, кроме первой строчки. Любой ногочлен берем. Как мы первый ной запишем? Как здесь константы? Нет, на константы есть смысл. Какую там первый ной возьмется, кроме того, какой-то как-то измеряется. В общем, спрашивается, как мы находим этот многочлен, в котором… Понятно. Хороший вопрос. Мы немножко забежали вперед. Давайте я продолг. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, вот мы научились дополнять нашу таблицу. Дополненные строчки. И получили сокращенную результатку для этой системы. Или не получили. Столкок будет добавить. Да. Столкок будет добавить. Вот эта проблема, как мы начали рассчитывать таблицу вниз, но она может еще и фирму будет расти. У этого нового многочлена могут быть свои корки. Значит, надо здесь ставить нолики. А куда нам их ставить? Между плюсами и минусами. Гениальное предложение. Вот, допустим, что у нас такая ситуация. Здесь у нас получается минус, потому что мы выбирали здесь свои половые кочлены для деления. Здесь мы брали другую письмо от пары для деления. И вот тут разные знаки. Здесь минус, здесь плюс. Многочлен функции непрерывные. Поэтому, когда мы такое обнаружили, что мы делаем? Нашел. Мы нашли корень. Мы разрешили нашу таблицу. Ищем сюда ноль. Мы ищем сюда ноль. Как здесь все однозначно. Ноль. Вопрос на что мы пишем сюда. У нас теперь жуткая задача. Значит, у нас... Производную посмотреть. Производную... Чего? С того, чтобы следующую строчку хотим сейчас заполнить. И что нам даст производная? Так. В чем? Там слева или справа должен быть ноль. У нас по соседству будет производная либо плюс, либо минус. Таким образом... На соседние знаки надо посмотреть. На левую сторону. Посмотрим соседние знаки. Не производная, а самого многочлена. Значит, ноль здесь быть не может. Не знаю. Потому что все нули... Значит, такое. Значит, здесь либо плюс, либо минус. Если слева стоит плюс, то здесь что стоит? Плюс. Минус стоит здесь быть не может, когда между ними был бы ноль. А если здесь стоит минус, то здесь стоит что? Минус. Минус. А если здесь стоит ноль? Смотрите справа. Мы не знаем, как ситуация здесь справа. Справа стоит плюс. Здесь что стоит? Справа стоит минус. Справа стоит ноль? Не может. Если у нас два нуля, то эта часть находится в верхней строчке. Только там он ставит два нуля подряд, а там уже поставили номер. Итак, мы знаем, что поставили сюда. И можем заполнить сюда ближе. Построили сокращенный тридцат для системы из P0, PIDPK, или нет? Нет. Почему? А почему не все? А там было все эти пальцы. И что? И что? Между двумя плюсами и двумя минусами может быть даже 0. Значит, две неприятности возникают. Мы добавили один 0, потому что у нас было много нулей. Чтобы вы знаете, кто сказал. Ну и потом, почему мы сможем выявить все нули на переменные знаки? Может быть это будет и не так. Ну вот ривиальный пример. Функция обратилась в 0, а из левой справа она плавательная. Поэтому такой 0 мы так не выявили. Что делать? Юра, вы руку не поднимайте. Оказывается, у Саши вообще вас отсюда удалите. Зачем? Если у нас нули казалось ократным, то он отдается нулем производной. Производная у нас в таблинице. И эта точка ОГЭ у нас есть. Поэтому двумя там надо только простые нули. Если равные нули автоматически уже там есть, то там была производная. Производная имела на меньшую степень, поэтому она взлетела от равных числа в обмогосте. Поэтому эта ситуация нам не страшна. Вот другая ситуация. Имеется нуль и две ближайшие к нему точки нашей таблицы. Я утверждаю, что знаки будут взяты на разные. Почему? Потому что производная не может изменить свой знак здесь. Она отлична от нуля, сколько вовремя простой. Значит, она в функции здесь либо все время возрастает, либо все время говоря. Поэтому знаки в ближайших точках обязательно будут разумные. Поэтому мы найдем все нули таким примитивным способом, по перемене знаков. Обязательно вокруг нуля наших точках будут. Если мы ушли очень далеко сюда, где это снова будет положительным. Поэтому мы не можем, потому что у нас здесь есть точка минимума, где производная же с одной, и эти точки не могут отъехать так далеко. Понятно это соображение по времени? Но нам понадобится некоторое время, чтобы убедить себя, что это действительно работает. И теперь я могу изложить уже алгоритм Тарского. Без привычек. Какой? Да, может быть, вопросы есть. Самое трудное позади. Вставляем список многочинок. Я их сейчас масштаб целескую. Перемножаем, берем производную. И насыщаем этот список. И упорядочим многочлены по неубыванию степеней. А теперь начинаем строить сокращенность Тарского для начальных отрезков нашего ряда. Мы умеем это делать. Начиная с трибя, индекс, нуля и константы, и добавляем каждый раз по новой строчке и по множественным социям. Так, если ты старался, десятиксы, конечно, не нужны. И по этой таблице беда-тиксов мы вычисляем истинственное значение и отправляем истинство в нашу форму. Так что, на удивление, всё работает, всё можно делать, не решая никакие уравнения и никакие рекорды. Таблица строится, как постепенно нарастает. Мы разобрали, с одной стороны, базисных людей, с другой стороны, но самые главные, самые сложные. Вопросы. Когда мне удобно, всё равно здесь, перелись между лекциями, дать людям время на осмысление и на размышления о том, что делать, когда будет вокруг многих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова